Приветствую тебя, дорогой зритель. Я благодарю тебя, что ты посетил мой канал и смотришь мое видео. Это краткий пересказ фильма, не стыдясь. Я надеюсь, тебе понравится мое видео. Приятного тебе просмотра. Фильм начинается с того, что молодой парень по имени Тадек, скрываясь от контролера, не находит другого выхода, кроме как спрыгнуть с проходящего поезда. Его случайно замечает девушка по имени Ирмина, которая вышла из своей машины, чтобы подождать, пока поезд пройдет мимо. Молодой человек вскоре возвращается домой к своей сестре, Аньке. После долгой разлуки он покупает ее любимое мороженое. Его сестра стоит полуголой, распахивает дверь, не скрывая своего разочарования и приглашает брата войти. Она собирается на свидание. Анка холодно принимает пакет с подарком и вскользь замечает, что ее брат уже совсем вырос. Как бы прощаясь с ним, она кокетничает, целует брата и спрашивает, любит ли он ее. Тадек смотрит в окно и провожает взглядом свою сестру с ее новым ухажером, который зовут Андрей. После комнаты, которая когда-то принадлежала ему, оказывается запертой. Он заглядывает в дыру и видит, что там хранятся коробки. Чуть позже он делает небольшую перестановку в комнате своей сестры и удовлетворенно усаживается в кресло. Поздно вечером Анка возвращается с Андреем. Очень веселые, они врываются в комнату и сестра отправляет брата спать на кухню. Тадек злится, но ничего не может с собой поделать. Наутро он просыпается от шороха на кухне и притворяется спящим, когда видит Андрея. Однако он не смущается садиться рядом с ним и замечает, что Тадек не уважает ухажеров своей сестры. Андрей уверен, что они скоро станут друзьями, так как они стали одной семьей. С завтраком Анка спрашивает, как долго ее брат останется здесь. Она не верит, что он приехал только на летние каникулы. Тадек винит свою сестру, потому что именно она та, которая отдалила его как можно дальше от семьи. Желая закончить разговор, Анка рассказывает о своих серьезных планах с новым парнем, при этом заявляя, что она с ним счастлива. Наконец она бросает на стол несколько монет и просит разбудить ее на вечер. Вскоре Тадек встречает во дворе девушек и среди них он узнает Ирмину, но она не обращает на него никакого внимания. Но когда он уходит, девушка говорит своим подругам, что однажды этот парень станет ее мужем. По дороге домой Ирмина меняет свои узкие джинсы, потому что она живет в цыганском квартале. В ее доме бывают гости и, по словам ее матери, важные гости из Англии, поэтому они беседуют на кухне. Вдруг трое мужчин вбегают в их район, разбивают окна домов, разбивают машины и машину гостей из Англии тоже. Тем временем Анка хвастается перед братом новым платьем, которое она не может себе позволить, но очень хочет. Тадек переживает, что он беспокоит сестру своим присутствием, а его комната занята вещами Андрея, из-за чего парню просто негде спать. Ностальгируя, парень рассматривает семейные фотки, на которых он и его сестра изображены в детстве. Особенно его внимание привлекают полуобнаженные фотографии взрослой сестры, на одной из которых он внимательно рассматривает ее тело. Утром, прямо в коридоры квартиры, Тадек обнаруживает двух парней, складывающих книги в коробке. Его комната наконец освободилась. Андрей взял на себя ответственность позаботиться об этом, так как Анка решила, что ее брат пока поживет у нее. Андрей заявляет, что ему не следовало занимать комнату Тадека и призывает парня бороться за все, что ему дорого. После игры в футбол со своими старыми приятелями, Тадек наводит справки об Андрее. На сайте оказывается, что новый ухажер его сестры имеет связи повсюду. Он даже получил деньги от Европейского союза на строительство нового стадиона. Он также женат и имеет двоих детей. Пытаясь образумить свою сестру, Тадек называет Андрея лжецом, который обещает жениться на Анке, даже не собираясь разводиться со своей нынешней женой. В ярости Анка отвечает, что она звонила тете Тадека и знает, что он женился на ней. И знает, что он провалил экзамены. Выясняется, что он обманул ее и приехал не на все лето, а с намерением жить здесь долгое время. Анка требует, чтобы ее брат собрал свои вещи и уезжал из ее дома. Когда Тадек просит ее не разговаривать с ним в таком тоне, она переворачивает всю его кровать вверх дном и показывает свой пенюар, называя брата извращенцем. Все, чего хотел Тадек, это чтобы у него и его сестры были отношения, как раньше. В этот момент их отвлекает звонок в дверь. Мужчина проверяет показания счетчика и делает девушке последнее предупреждение, потому что она не платит за свои счета. Пока Анка смотрит, как Тадек собирает свои вещи, девушку удаливает чувство вины. Она признает, что она сожалеет о том, что сделала в прошлом, и что ей не следовало выгонять брата, когда отдавала его на попечение чужим людям. После этого они оба обнимаются и плачут. После на рынке Тадек снова встречает Эрмину. Она предлагает прочитать его уроку и говорит ему, что у него все идет не так, как надо. Она не забывает упомянуть, что скоро станет его женой. Дома парень обнаруживает, что Андрей передается какой-то блондинкой. Парень выбегает во двор и громко кричит, привлекая всеобщее внимание, и указывая на Андрея, смеясь, что тот привез свою любовницу в дом ее сестры. В это время приезжает Анка, и вся в слезах прогоняет Андрея. Уже этой ночью брат приходит к ней и ложится рядом. Его сестра утомительно теребит волосы брата, а затем просит его вернуться в свою комнату. На следующий день Тадек привозит остальные вещи Андрея на базу своих ребят. Он намеренно подчеркивает, что доволен тем, что победил ухажера сестры. В это время Анка в слезах достает лед из холодильника, электричество отключили за неуплату. Тадек отдает все деньги, которые у него есть, и обещает достать еще. Он начинает подрабатывать и знакомиться с Эрминой. Девушка догадывается, что парню действительно нужны деньги, и предлагает ему свою помощь. Позже, желая порадовать свою сестру, Тадек начищает все ее туфли. После работы Анка переодевается в своей комнате и замечает, что брат наблюдает за ней. Позже парень обещает сестре, снова заработая деньги. Уже на следующий день парень приходит в цыганский квартал, но его сразу же окруживают местные парни. На помощь приходит Эрмина, угрожая всем гневом своего отца. Девушка говорит, что знает, как достать деньги, и с наступлением темноты они вместе пробираются на склад. Оттуда парень крает самый большой турецкий ковер, чтобы продать его на рынке. Эрмина помогает ему продать ковер на рынке, но Тадеку все равно не хватает полной суммы. В итоге она обещает вернуться к нему через час. Дома Эрмин снова помогает матери с гостями. Она уже давно привлекает внимание цыгана из Англии, который заинтересовался ею. Ему кажется странным желание цыганки стать врачом. Узнав об этом, мужчины за столом смеются, а девушка на кухне роняет слезы, потому что ее мама совсем не защищает ее. Выяснив, что пропавшая сумма из ее домашнего тайника, девочка идет к Тадеку. Парень обещает, что отныне она всегда может рассчитывать на его поддержку. Счастливый, довольный собой, Тадек наблюдает за сестрой из соседнего подъезда, которая вдруг обнаруживает, что в квартире есть электричество. Он возвращается домой, радуясь свою сестру и ее любимым фисташковым мороженым. Неожиданно в его доме появляется Эрмина, которой очень нужно с кем-то поговорить. Однако Тадек перебивает девушку, говоря, что он сейчас занят, и предлагает встретиться завтра. Вернувшись домой, он заходит к сестре в ванную, полностью без одежды, и садится к ней. Анка протестует и пытается выгнать брата, что вызывает у него легкое недоумение, ведь раньше она не возражала. Не в силах заснуть, Анка идет к брату, и легким прикосновением будет его. Она огорчена тем, что он больше не хочет быть ее братом, и это ненормально и неправильно. Тадек признается в своей любви к ней и говорит, что больше не хочет стыдиться своих чувств. И, наконец, вместе они предаются своим запретным и взаимным желаниям. Вскоре беззаботный и совершенно счастливый парень бродит по торговому центру и видит Андрея. Чуть позже, с улыбкой на лице, он выходит из магазина с тем самым платьем, которое Анка когда-то восхищалась. Парень бежит домой, молча заходит в свою квартиру, он выключает домофон. Тем временем машина Андрея подъезжает к дому. Тадек уже ждет его, убеждая его, что Анка уехала и в доме никого нет. Домофон молчит, и Андрей уезжает. Чуть позже Тадек покупает два билета в кино, желая вытащить сестру из дома. Однако, вернувшись домой, он застает Андрея на кухне. Брат устраивает сестре скандал, угрожая убить его или себя. Некоторое время спустя Андрей в сопровождении Анки посещает мероприятие по случаю открытия стадиона. Во время вечерних гуляний Анка танцует с чиновником, который начинает ее трогать. Девушка сообщает об этом Андрею, которого волнует лишь то, что этот человек скоро станет министром. После Анка злится и уходит в дамскую комнату. Андрей следует за ней и настаивает, чтобы она поехала в гостиницу с мужчиной. Девушка не соглашается, и Андрей резко хватает ее за волосы, заявляя, что тогда они поедут вместе. Но после в машине выясняется, что Андрей все-таки не собирается ехать с ними. В результате Анка дает пощечину своему жениху, прогоняет мужчину из такси и уезжает домой. Брат все это видит и бежит домой, желая утешить сестру. Но девушка никого не хочет видеть и захлопывает дверь перед его носом. Она плачет в одиночестве. Этим временем в цыганском квартале празднуется свадьба. Эрмину выдают замуж из цыгана из Англии. Ее вся семья счастлива, кроме нее. В разгар веселья вандалы забрасывают окрестности горючими смесями и спешки покидают место происшествия. Возле железнодорожных путей Тадек встречает одного из этих парней. Когда он узнает, что они натворили, Тадек бросается на парня с кулаками. Далее мы видим, как Тадек идет к месту, где он раньше проводил время с Эрминой. Через некоторое время появляется девушка в свадебном платье. Эрмин обвиняет парня в том, что он игнорировал ее в то время, когда она больше всего нуждалась в нем. Но теперь она уже замужем и ненавидит Тадека за это. Подарив парню первый и последний свой поцелуй, девушка прощается с ним и уходит. Уже на следующее утро Тадек возвращается домой. Анка говорит ему, что его вещи уже собраны. Не хотят она ставить на стол контейнер с мороженым и протягивает ему ложку. Дорогой зритель, я благодарю тебя, что ты досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно тебе понравится. Я старался подобрать материал, тот, который будет тебе интересен. Пожалуйста, я теперь прошу тебя поставить лайк, подписаться на мой канал и написать свои мысли в комментарии, как тебе это видео. Советую тебе также посмотреть эти видео, возможно, они тебе тоже понравятся. Я желаю тебе хорошего дня и до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!